Православный календарь Великого подвижника, пустынножителя, основателя и отца отшельнического монашества исполнено славных подвигов и сокрушительных побед на поле духовной брани. Пламенный молитвенник и строгий аскет, преподобный Антоний Великий, является ярчайшим примером для каждого, избравшего себе иноческий путь. Его поучения до сих пор служат настольной книгой для всех, кто пошел дорогой подвижника. Будучи много раз искушаем дьяволом, преподобный Антоний Великий налагал на себя все более трудные обеты и лишь усиливал свои подвиги и молитвы, чем сокрушал коварные замыслы врага и неизменно одерживал победу. Потому опыт Аввы Антония Великого и его сподвижника незаменим и для каждого христианина, идущего путем войны со злом, но имеющего вспоможением источник мудрости от тех, кто прошел этот путь успешно много веков назад. В четверг, 31 января, Святая Церковь празднует память благочестивых супругов, преподобных Кирилла и Марии, святых родителей игуменов Сеярусей, Великого Аввы Сергия Радомежского. Они были дворянского происхождения, но по простоте своих нравов не пренебрегали и крестьянским трудом. Кирилл и Мария были людьми простыми, набожными, имели много детей, один из которых впоследствии стал Великим Святым Руси, столпом всего русского монашества. Главными чертами жизни Кирилла и Марии были смирение и скромность. Смиренные родители игумена земли русской оставили по себе очень мало фактов в своей жизни, и Церковь мало знает об их биографии. Но мы можем судить о них по их чаду, драгоценному плоду праведного и богоугодного супружеского жития. Под конец своей благочестивой жизни, по примеру своего сына, Кирилл и Мария приняли ангельский образ. Пятница 1 февраля – день преподобного Макария Великого Египетского. В переводе с греческого имя Макарий означает «блаженный». Человек, когда-то носивший это имя, по своему житию действительно был блаженным, а за его подвиги и величайшее смирение Святая Церковь нарекла его великим. Прожив три года в пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал еще живя в миру и горел желанием его видеть. Преподобный Макарий стал его учеником, поселившись по совету своего Аввы в Скидскую пустыню. Там он был рукоположен во пресвитера и прославился многими чудесами. Около 360 года преподобный Макарий основал монастырь, названный впоследствии его именем. Там святой подвижник и скончался. Случилось это в 391 году. Также 1 февраля – 10-я годовщина интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 16-го предстоятеля Русской Православной Церкви. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран на кафедру московских первосвятителей на Поместном Соборе 27-28 января 2009 года. 1 февраля состоялась его торжественная интронизация. В воскресенье 3 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Максима, прозванного по своему происхождению греком. Его имя имеет латинское происхождение и переводится как «наибольший, величайший». Значение этого святого для Русской Церкви поистине огромно, так же, как и его творческое наследие. Прежде всего, Максим Грек прославился как переводчик. Он осуществил новые переводы толковой псалтири, толкового апостола, отдельных книг священного писания и толкования на них, много из святоотеческой литературы, является автором более 150 сочинений. Однако житие этого святого – один из примеров того, как человек делает в жизни что-либо доброе, но получает жестокие наказания и удары именно за сделанное добро. Преподобный Максим Грек оказал нашим предкам и всем нам, их потомкам, огромную пользу, и за это очень много и зло пострадал. Он не боялся обличать самого царя, за что впал в немилость, был незаконно судим и предан заключению, где узника подвергли жестоким мучениям. Перед смертью на стене темницы преподобный Максим углем оставил надпись Благословен Смиривший Мя. Следите за новостями Свято-Узбенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова